МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китайцы настолько были рады этой находке, что они пригласили американских генетиков и антропологов, чтобы сделать такую, знаете, сенсацию на весь мир, потому что китайцы были уверены, что они нашли своих предков. Но оказалось, что у обнаруженных мумий европейские лица. Этот факт поставил ученых в тупик. Кем были эти люди? Как могли оказаться в Древнем Китае? И почему были похоронены со всеми возможными почестями? Мумии, они сегодня называются Таримские мумии, или мумии Таримской котловины. Это были белые люди, высокие, метр восемьдесят с лишним, светловолосые, высокое положение талии. Находка долгое время порождала споры в научных кругах. Однако все изменилось, когда в распоряжение специалистов поступил генетический анализ останков. Сделаны генетические исследования этих мумий. И генетические исследования эти показали, что у них генетика абсолютно такая же, как у современного населения Вологодской, Тверской, допустим, Московской области нашей. То есть одни и те же гены. А это означает, что на территории Древнего Китая со всеми почестями были погребены русские. Получается, древнюю Тартарию населяли наши предки, славяне. А значит, их китайцы называли «белыми богами». Когда американские генетики сделали генетическую экспертизу, увидели, что это обычные русские, то китайцы выгнали американских генетиков, засыпали все свои раскопки, и с тех пор больше на исследование этих мумий наложен запрет. Они больше не изучаются. Однако результатов экспертизы уже было достаточно, чтобы ученые могли сделать выводы. Но почему тогда народ Поднебесной с таким глубоким чтением относился к своим северным соседям? И откуда могли взяться русские мумии в Китае, если первое упоминание о славянах как об отдельном народе датируется только восьмым веком? А это на три тысячи лет позже, чем были захоронены русские мумии. Была переписана история, это не секрет, что нашу историю писали три немца, Миллер, Майер и Шлицер. Один из них не знал русского языка. Это были специалисты, которые писали не только для России государственную историю, но не историю народа. Более того, детально изучив мумии, археологи обнаружили на одной из них следы сложнейшей хирургической операции. В это трудно поверить, но на этих снимках, во время изучения мумий, отчетливо видны следы хирургического вмешательства. Швы, которые сохранились после аккуратных, профессиональных надрезов, говорили о том, что при жизни одному из этих людей была сделана операция на легком. Это довольно технически сложная операция, надо вскрывать грудную клетку. Но, с другой стороны, на дышащем легком произвести операцию можно, если знать, где перевязать сосуды, вот, и отсечь. Тем более, что пораженный участок, скорее всего, не функционировал. Все сводилось к тому, чтобы вскрыть грудную клетку, чтобы человек не почувствовал боли, вот, и чтобы соблюсти потом все необходимые правила, не занести инфекцию и выходить больного. Но как такое возможно? За три тысячелетия до первой известной операции на легком. Ведь, согласно официальной истории, подобные хирургические эксперименты начали проводить только в 1881 году. Тогда ученые впервые смогли удалить часть легкого у собаки. Но даже тогда операция не увенчалась успехом, и вскоре подопытное животное скончалось. Однако факты говорят сами за себя. Человеку, чью мумию исследовали ученые, при жизни действительно сделали сложнейшую операцию на легком. Но тогда кто мог в древнем мире провести ее? Неужели китайцы? Верится с большим трудом, потому что, во-первых, это уже операция более сложного технически, плана. Для нее нужны совершенно другие инструменты, в том числе и оптические. А подобных знаний у китайцев совершенно не было. Принято считать, что первооткрыватели медицины – китайцы. Сомнений не вызывает тот факт, что именно народ Поднебесный первым открыл систему кровообращения человека и первым обнаружил существование бактерий. Древние китайские трактаты, которые дошли до наших дней, изобилуют красочными изображениями сложнейших медицинских операций. И все это за тысячи лет до того, как в Европе первый хирург взял в руки скальпель, чтобы удалить пациенту аппинкерс. Вероятно, весь мир так и считал бы китайских лекарей основоположниками древней хирургии, если бы не обнаруженная запись в китайском медицинском трактате, который был написан еще в третьем веке нашей эры. В нем говорится о том, что операцию на найденных мумиях не могли провести китайцы. Среди этих артефактов мы можем видеть и различные манускрипты, древние тексты, трактаты и различные карты, составленные либо на пергаменте, либо на кусках кожи, либо на каком-то материале, который хотя бы имеет какое-то долгосрочное хранение. Древние специалисты по медицине, как и по другим наукам, жившие не только в Китае, но и в других странах, умели производить действительно чудеса. В древнем рукописном документе говорилось, что за сотни лет до первых, самых примитивных медицинских знаний, которыми стали обладать китайцы, белые люди приходили в Поднебесную, чтобы даровать ее народу силу и здоровье. В летописи в деталях описывается то, как белые люди, которых китайцы называли богами, обучали их народ искусству врачевания. С китайцами общались белые боги, ну или боги, скорее всего, европеоидного типа. Вполне возможно, что в древности именно вот белая раса существовала повсеместно, и, скорее всего, это были не просто боги, а представители высокоразвитой цивилизации. Вполне возможно, что именно так выглядели и боги, поскольку в китайском поднитионе есть боги, которые выглядят человекоподобными. Но кем были эти боги, которые делились своими знаниями с народом Поднебесной? Казалось бы, ответа на этот вопрос историкам уже не отыскать. Ведь документальные источники, которые сохранились с тех времен, можно пересчитать по пальцам. Однако разгадка пришла неожиданно. В древнем китайском трактате также говорилось, что белые боги пришли к китайцам с севера. Известно, что из древних земель только Тартария находилась с севернее Китая. Но что это означает? Неужели медицинские знания китайцам подарили славяне, которые и населяли Тартарию? Специалисты, которые занимались расшифровкой этих текстов, часто говорят о том, что якобы, было написано в книге, что якобы вот эти знания китайцы получили из какой-то северной страны или откуда-то с севера от мудрецов. Но что это за страна и где находился тогда эта северная страна? В китайском трактате также сказано, если болезнь не поддавалась лечению лекарствами или иглоукалыванием, то белые боги производили надрез и вынимали больной орган. Летописи подробно описывают методы и способы восстановления изъятого органа. Все эти действия, которые сегодня мы бы назвали пересадкой органа. Китайские специалисты нашли довольно большое количество различных научных трактатов. И среди этих трактатов имеются трактаты по медицине. И эти книги нас просто удивляют, изумляют, потому что там уже описаны различные сложнейшие операции хирургические. Но каким образом древние мастера уже в 3-5 веке нашей эры могли производить такие сложные операции, как или трансплантация органов, или надрезка внутренних частей легкого. Пересадка органов в Древнем мире за два тысячелетия до официальной хирургии. Ведь согласно...